Двое утонувших за субботу. В Тирасполе погиб 16-летний подросток. В Дубосарах 32-летний мужчина. Оба купались за пределами пляжей, где нет спасателей. Еще двух несовершеннолетних девушек чудом вытащили из воды. Столичный пляж за мостом. 10 июня суббота. Спасатели были на посту, когда услышали со стороны парома крики о помощи. Добегая до этого места, вижу, что в районе Коряк от берега метров 25-30 поднялись руки с воды. После чего я прямо отсюда и пошел в направлении тех рук. Мне понадобилось доплыть до него несколько секунд. Далее прошел по течению искать его, но он руки так и не поднял. 16-летнего парня не спасли. Он утонул. Все случилось здесь у парома. Тело до сих пор не нашли. Под водой видимость нулевая. Коряги, ямы, водовороты и затонувшая баржа. Место опасное. Подросток и его трое друзей пришли сюда купаться. Играли в воде в догонялки. Как оказалось, утонувший парень плавать не умел. В тот день на пляже отдыхало больше 200 человек. Здесь, за территорией городского пляжа, еще около 50. Но никто из них не смог помочь парню. И таких случаев на Днестре много. Трагедия произошла в субботу и в Дубосарах. 32-летний мужчина решил искупаться, заплыл поглубже, нырнул. Его тело обнаружили через 100 метров ниже по течению. И это уже третий трагический случай на Днестре за последнюю неделю. До этого в Рыбнице утонул 21-летний терраспольчанин. Все купались вне официальных пляжей. В милиции напоминают, дне старрика коварная. Помните правила безопасности? Не купаться в состоянии алкогольного пенения. Постоянный контроль за своими детьми, за теми, с кем вы пришли на пляж. Не допускать шалости на воде. Не заплывать за буйки. Не купаться на досках, скатах, кругах. Не подплывать к моторным лодкам. Если начали тонуть, главное не паниковать. Зовите на помощь. Привлеките внимание других отдыхающих. В субботу в том же месте у парома в столице спасли двух девушек. Крики услышали сотрудники конной милиции. Пришли на помощь. Беды не случилось.